Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В браке 5 лет, до этого встречались 4 года, мне 34 года, детей у нас нет. Был один аборт по медицинским показаниям, одна замерзшая беременность. Для меня эта тема очень болезненная, в результате всех анализов у нас не совместимы. Показания к ЭКО. Мужа не напрягает отсутствие детей. Сегодня в ходе обсуждения этого вопроса, муж мне сказал, что я могу нагулять ребенка, если не для меня это важно, но ребенок будет только мой, он к нему не будет иметь никакого отношения. Еще я отметил, что если для меня было бы важно родить, то давно бы нагуляла и брак меня бы не остановил. Значит, не сильно я хочу детей. Моя дочь с первого брака сегодня мне сказал, что дети это только одни проблемы. Для него это будет радость и не имеет никакого отношения к моему ребенку. Еще и спросил, почему я не родила в 20 лет. При этом он не хочет разводиться. Мне стало противно и мерзко. От его слов больно очень. Человек упал на глазах и внутри пустота. Я собрала некоторые вещи и ушла сегодня, сразу после этого разговора. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Не знаю, как поступить дальше. В 9 лет я была человеком, который готов предложить меня под любого мужчину, только чтобы не быть моему ребенку отцом. Для меня это унижение, уважаемые психологи, как мне поступить и как жить дальше. Мне скоро 35, ругнулась семья и планы. Анатолий, во-первых, хочется сказать, что если для вас тема беременности болезненная, то, наверное, нужно сделать что-то, чтобы она перестала поколоть быть лоб. Я думаю, это первое. Потому что если вы как-то чувствуете, что тяжело вам, если вы чувствуете, что есть такая болезненность, что задевает вас, то я бы сказал, что требовать от вашего мужа, например, какого-то понимания, да, конечно, можно. Но он вас может и не понять, потому что у человека другой опыт. Другой опыт взаимодействия с людьми. У человека другие ценности. Человек в целом по-другому смотрит на детей и видит в них то, что видит. Хорошо это или плохо, мы здесь не говорим. Потому что, ну, наверное, нет такого хорошо или плохо. Есть просто опыт. В данном случае этот опыт вот такой. Хотим мы этого или нет. Вот. Дальше. Тут разговор, который вы приводите. Та стремительность развития, так скажем, событий. Та стремительность развития. Она говорит о том, что, судя по всему, проблема у вас существует давно. На мой взгляд. Ну, или. Или. Может быть и не давно. Прям, прям вот. Может быть и не прям давно. Но как-то вот, как-то вот по какой-то нарастающей это все идет. И, само собой, здесь очень важен контекст. На мой взгляд. То есть, именно, именно, именно контекст. Вот. Вот именно, именно контекст здесь очень важен. То есть, эм, что я имею в виду? Да? Эээ. Ну, я имею в виду то, что муж, ээээ, ваш. Вот. То, что он говорил. И то, как он говорил. Эээ. На мой взгляд. Довольно сильно похоже на некий. Такой, знаете. Эмоциональный, скажем так, взрыв. Конечно, всей ситуации я не знаю. Но, вот. Выглядит это так. Как будто бы у него наболел. И, конечно, вы имеете право реагировать так, как вы реагируете. Особенно, если речь идет, например, о ваших ценностях, вот. Которые, допустим, ну, мужчины, например, да. Не разделяют. Вы можете реагировать на это так, как вы реагируете. Но, на мой взгляд, все-таки важно, эээ, как-то разделять. Где ваша позиция, а где позиция его. Ну, вот. И у меня осталось впечатление, что ваш муж не имел в виду, эээ, буквально того, что он говорил. В том, что вы описываете, чувствуется какая-то обида, чувствуется какое-то напряжение, чувствуется что-то такое, вот. Я бы сказал, ну, больше, знаете, эмоционально, и почему-то у вас не возникло такого желания, да, например, как-то постараться услышать ваше умение, что он хочет сказать, собственно, вот. И то, как стремительно вы ушли, и то, как стремительно вы, ну, вот, скажем так, завершили диалог, как вы вышли из этого диалога, то уже как-то вот наводит меня на мысль о том, что, возможно, конфликта, он у вас уже довольно давно имел место быть. Просто сейчас, что называется, наступило, ну, что-то вроде, знаете, критической такой точки, что ли, вот. Это совершенно не означает, что вам нужно его прощать, или совершенно не означает, что вам нужно его принимать, это ни в коем случае не означает. Я не хочу вам сказать именно это. Я хочу сказать просто, что на сегодняшний день, по моему мнению, есть некая, некая, так скажем, некая разница между тем, допустим, что чувствует, видит и думает ваш, например, муж, и то, что чувствуете и думаете, например, вы. Это не хорошо и не плохо, то, что происходит. Это просто реально. Я думаю, что, если случилось так, что ранее вы не замечали отношение, допустим, вашего мужа к идее детей, да вот, то, на мой взгляд, это связано было с тем, что вы не хотели этого замечать, вы не хотели этого видеть. Вы пишете, что семья и планы рухнули. Это говорит только о том, что вы, к сожалению, чрезмерно растворяете в отношениях. Вы, что вы очень сильно, ну вот, зависитесь как будто бы от, ну, от мужа, допустим, вы зависите. От планов с ним вы зависите. Но вы как будто бы слабо опираетесь, что ли, в этом смысле на себя. Я не могу этого не отметить и я не могу об этом в данном случае не сказать. Предполагаю, предполагаю, что вы, вероятно, к этому отнесетесь, конечно, негативно. То есть я предполагаю, что вам не близко то, что я сейчас говорю. Вы спрашиваете, как поступать. Я думаю, что вам сначала нужно прожить эту боль, которую вы чувствуете. Потому что вам она все равно так или иначе не дает и не позволяет двигаться дальше. Вам больно сейчас. Боль мешает вам двигаться вперед, к сожалению, ходите вы этого или нет. Боль мешает вам это сделать. Это мне не прожить боль. Дальше необходимо определиться, пожалуй, необходимо определиться с приоритетом своим. Да, то есть какие у вас приоритеты? Именно, именно, именно приоритеты. Причем это приоритеты, не касающиеся того, что вы хотите. То есть понятно, что вы хотите ребенку. Но вы же понимаете, что здесь возникает такой вопрос. Не хотите ли вы ребенка только потому, что ребенок у вас не получается? Почему этот ребенок для вас так важен? Ну, в смысле, может быть, у вас получится забеременеть и стать матерью. А может быть, не получится забеременеть, и вы не станете матерью. Все связано только, что вы от этого так сильно зависятся. Вот на это тоже необходимо обратить внимание. Как мне, как мне, по крайней мере, кажется. Речь идет не об этом, чтобы отказываться от своих ценностей. Речь идет не об этом, чтобы, ну, забивать на, допустим, ребенка. Нет. Речь идет именно об этом, чтобы быть менее зависимой от того, получится у вас стать матерью или нет. Потому что ситуация в жизни бывает самая разная. К сожалению, хотим мы этого или нет. Вот. Так что здесь вот ключевой вопрос заключается. Заключается именно в том, что для вас вопрос беременности является болезненным. Именно болезненным. То есть почему-то для вас это болезненно. Не в том смысле, я на всякий случай еще раз иточню, не в том смысле, что это не должно быть для вас не важно. Ни в коем случае. Об этом речи не идет. Речь идет о том, чтобы вы не фиксировались, чтобы вы не центрировались, на Apple. Чтобы у вас, помимо этого, было что-то еще. Понимаете, да? Сейчас, вот, на данный, ну, 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 на данный момент, у меня нет такого ощущения, что у вас есть что-то еще. помимо, ну, я имею ввиду, вот, помимо иди-сребенка. И, конечно, если все ваши планы готовы развалиться, условно говоря, только от того, что, ну, что ваш муж как-то отреагировал на эту ситуацию, вот, то, конечно, это говорит о том, что вы вот, ну, в какой-то степени не самостоятельно. Опять же, это не означает, что вы должны меняться. Если меняться вы не хотите, если вы, ну, считаете, если вы считаете, что вы правы, если вы считаете, что, ну, что вы действуете, вот, в этом смысле, ну, так как и должны действовать, то в таком случае я бы сказал, что мужчина, с которым вы связываете свою жизнь, просто не ваша. Ну, вот. Но лично я думаю, что вас просто накопилось недопониманиями с вами, что надо было узнать, что человек, вообще-то, пытался вам сказать, пытался вам сказать. Там все есть ощущение, есть такое ощущение, что в том, что он говорит, да, ну, в том, что он вам вот говорил, есть такое ощущение, что как будто бы имелось в виду что-то другое. Вот такое, ну, такое ощущение. у меня, по крайней мере, есть такое ощущение. Вот. Естественно, я не знаю наверняка всех, вот, всех нюансов, да, я не знаю наверняка, я не могу, наверное, наверняка, вот, но мне видится так. Если вы, допустим, по той или иной причине чувствуете себя одинокой, если вы чувствуете себя брошенной и так далее, то с этим вам необходимо поработать, чтобы пережить, чтобы прожить этот аспект, этот период вашей жизни. Вот. Потому что, ну, вот, к сожалению, ситуация может быть такая, неожиданность, для ваших отношений, для ваших отношений с мужем это на самом деле может быть конец. Хотя, я повторюсь, так не думал. Вот. Я не думаю так, я думаю, что у вас просто такой вот кризис, я думаю, что ну, я думаю, что он мужчина, он ваш муж, он тоже хотел ребенка. Вот. И, в общем-то, сейчас у него вот такая психологическая защита играет. вот, но, в то же время, я понимаю, что и вам больно, я понимаю, что и вам вот тяжело, и мне кажется, что с этим нужно разобраться, чтобы вот на вас это не, ну, чтобы на вас это не влияло. Вот. Потому что на вас сейчас это влияет, и вы чувствуете себя обиженным и так далее. Я думаю, что ну, для выстраивания отношений это не лучшая тенденция, скажем так, к беседе, у меня лучшая тенденция к диалогу, у меня лучшая тенденция к налаживанию отношений. Ну, вот. Понимаете, да? И ещё раз повторю в данном случае вопрос, вот вы говорите, может как вам поступать, ну, как вам жить, и мой вопрос, во-первых, во-первых, а значит чтобы что, то есть как жить, как как поступать, вот чтобы что. Ну, то есть цель какая? Должна быть цель. Вот. Это первое. Второе. Поступать самой, то есть если мы говорим о том, как вам поступать, то вероятно предполагается, что вы не знаете, как поступать. Вот хочется у вас в этом смысле спросить. А как вышло, как получилось, так, что вы не знаете, как вам поступать. Вот. То есть это вера в человека рядом с вами, например. Это ну, это еще что-то. Вот. Понимаете, да? то есть это вот те вещи, на которые вам очень важно обратить свое внимание. То есть как-то переключить, переключиться, да? переключиться с других на себя. вот. То есть не то, что вот должны делать другие, как я думаю, например. А то больше, что я сама делать хочу и могу. Вот. Что для меня важно эээ делать. Понимаете, понимаете, да? Вот на это вам нужно обратить свое внимание. И так вы перестанете чувствовать себя зависимое, перестанете чувствовать, что вам кто-то что-то должен. Вот. И получите возможность я надеюсь для того, чтобы жить в своей жизни такой, какой ну какой вы ее видите. Вот. В своей жизни жить. И наверное давать жить другим людям. такую жизнь в какой хотят они жить. Вот. И все. Я думаю примерно такой ответ. Я вам ээээ я вам сочувствую. Я сочувствую ээээ той эээ ситуации в которой вы оказалась. Мне жаль. Что оказалась в такой ситуации. Эээ вот. Я понимаю, что для вас эээ прямо сейчас является проблемой. эээ и я понимаю ээээ то, что ну как вы себя чувствуете. На мой взгляд глобально то, о чем вы говорите это про неполноценность. Вот глобально то если мы берем глобально то, о чем вы говорите то это про неполноценность. Вот. То есть про ощущение, что вот со мной что-то не так со мной что-то не так ощущение, что я в себе ну ощущение что я в себе ээээ сомневаюсь вот ну сама я вот сама в себе как бы сомневаюсь но вот я сама в себе обоцениваю. вот так это выглядит по крайней мере если это правда если это на самом деле так то ваша задача работать с этими обоценивающими тенденциями внутри себя чтобы они эээ не двигали вами вот чтобы они вами не управляли. так сейчас ну вот к сожалению ситуация такова что как будто бы именно именно этого они управляют если это так то это является ну вот не лучшим моментом для вас и соответственно соответственно психотерапия может быть направлена как мне видится именно на то чтобы сделать вас более свободны от этих тенденций и последний а если вы хотите ребенка да то ну вот собственно то что он для вас какое значение для вас нет ребенка это очень важный момент как вы сами думаете адекватное ли значение для вас нет ребенка вот скажите пожалуйста еще такой момент кроме ребенка кроме ребенка вас с вашим мужем что-то связывает еще вот кроме ребенка или вы сейчас больше как-то чувствуете что только тематика детей является определяющим для вас в смысле для ваших взаимоотношений и так далее понимаете да и в общем то как вам это то есть вот ответ на этот вопрос вот как вам вот именно вот буквально как вам ответ на этот вопрос если объединяет то что и как если не объединяет ничего ну больше кроме только ребенка да то тоже как вам это то есть это все очень важные моменты на которые мне кажется нужно обратить ваше внимание вот когда вы проживете скажем так свою боль ну что если вот когда например вы вот в этом смысле ну позволите психологу вам помочь я думаю что вы увидите такую важную деталь как явление шока в вашей жизни шок не приходит просто так сейчас я вам не буду об этом говорить я сейчас не хотел бы говорить об этом но но как то и если вам будет полегче вне зависимости от того каким образом вы капин придете подумайте пожалуйста об этом подумайте о значении шока в вашей жизни на этом все я надеюсь что мой ответ был вам интересен я надеюсь что мой ответ был вам полезен вы большая молодец что вы говорили об этом вы большая молодец что решили обсудить это теперь и теперь в общем и целом дело осталось за малым дело осталось за обращением к специалисту всего вам самого доброго обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии терапии в общем и в общем и в общем и вы